Так неожиданно, оп-оп, а мой малыш уже все хватает и тянет в рот. Совсем недавно, ничего не хватало, даже если ему в руку положить. Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свэй, и сегодня у нас будет однажданный вопрос-ответ. И много вопросов прилетело, еще больше, чем в прошлый раз, и наверняка я все сегодня не успею. Но если я какие-то вопросы не успею, да, Денечка, то обязательно отвечу на них в следующий раз. Обычно, если в видео, для видео я делаю вопрос-ответ, то те вопросы, которые попадают в видео, я обычно отвечаю этому человеку, что да, я вас записала, и вы будете в видео. Так что, если подтверждения нет, или я просто ответила на вопрос, то, скорее всего, этого вопроса в видео не будет. Итак, поехали. Итак, первый вопрос. Ната задает вопрос. Тебе когда-нибудь говорили, что ты наивная? Часто наивность путают с добротой. Полностью с вами согласна. Ната. Очень часто наивность путают с добротой. Мне наивная, конечно, говорили, что я наивная, но это далеко. Когда я была молодая, я действительно была наивная, верила в чудеса. Как минимум, мое первое замужество. И верила, что человек изменится. Была наивная. Хотя сейчас я понимаю, что, ну, блин, в ситуациях такой, как у меня была, которой я не буду рассказывать, не просите, пожалуйста, потому что человек может смотреть, будет неприятно ни его, ни его семье. Поэтому я думаю, что просто, если бы мои мозги туда бы вернуть, то все давно бы закончилось и, может быть, даже не начиналось. Но сейчас уже давно, конечно, меня не назовешь наивной. Я даже более такой скептик. Да, я мало во что верю и все проверяю на себе или на друзьях. Ну, как бы, да, вот вижу какие-то, учусь, в общем, стараюсь на ошибках других. Собираю очень много информации, поэтому, что я наивная, во что-то верю. Я, скорее, не верю там, где, может быть, можно поверить, да. Ну, хотя не назовешь меня. В общем, я неоднозначный такой человек. Не скажешь, что я такая прям в эмане верующая, да, и это. Ну, в общем, меня не обманешь. И с добротой, да, я даже скажу, что часто она мягкотелась какую-то путает с добротой. Доброта, на самом деле, она бывает разная. И даже сами люди, они путают в себе все эти понятия. Мало того, что, да, там кто-то добрый, а его назовет, о, это там наивный или еще что-то. Это, на самом деле, такой вопрос, что нужно разбираться, что у человека. Он сам может не знать, что у него. Он действительно может быть наивный, а называет это добротой. Вот, он действительно может быть мягкотелым, что не нужно. И я люблю очень сильно добрых людей. То есть добрые по жизни, но в момент, когда нужно внести свою лепту, они проявляют очень жесткий характер. Проявляют жесткость характера. То есть я не люблю людей мягкотелых, я люблю людей с характером. Но при этом они могут быть очень добрые и с огромной широкой душой. Алина задает вопрос. Вели ли вы когда-нибудь дневник или анкеты? Я вела давно-давно дневник, не дневник, дневник у меня никогда не получалось больше одного дня вести. И анкеты были у меня, но я помню, что когда-то давно я избавлялась, такая была у меня практика в жизни, избавиться от всего прошлого. Не потому, что оно какое-то плохое или еще что-то, а именно вот работала с привязанностями, чтобы не привязываться к старым вещам. Потому что я помню, кутили со мной из квартиры в квартиру какие-то блокнотики. Когда я была фанаткой группы Revolvers, этого главного солиста, писала какие-то стихи. В общем, что-то вот такое. Оно все прикольно. Вот, кстати, было бы прикольно сейчас вам показать, но кто знал? Я, по-моему, все это повыбрасывала. Может, конечно, это где-то у мамы еще осталось. Если я найду, я обязательно вам покажу что-то из своего прошлого. Но пока ничего не осталось, и так серьезно никогда я не увлекалась так, чтобы можно было это показать. Кен Джигюль задает вопрос. Видела, ты поешь. Не скучаешь по пению? Спой. Попробую вам спеть. По поводу... Да, я пою. Не скучаешь по пению? Я очень скучаю по пению. И я не могла уже петь где-то с шестого, по-моему, месяца беременности, потому что мне было тяжеловато и передвигаться, и петь уже было тяжело, потому что дыхалка нужна, дыхалки не хватало. В общем, не хватало вот этого всего. И я перестала уже, чтобы энергию как-то копить, а не растрачивать. Хотя по магазинам ходила до последнего. И да, я собираюсь петь. Сейчас не могу петь, именно потому что маленького, с маленьким сижу постоянно, и тоже не могу оставить его, да, и пойти петь. Но я думаю, что скоро поправятся моменты, хотя бы пару раз в неделю я буду обязательно ходить. И кто-то у меня, кстати, спрашивал, училась я петь или нет. Да, я училась, я до сих пор учусь. Да, я учусь, но я училась непрофессионально где-то, то есть я не заканчивала каких-то высших учебных заведений. Я всю жизнь пою. У меня мама поет, и я повторяю за ней как обезьянка. И вот, то есть у меня ни слуха, ни голоса, мне кажется, не было раньше. И вот как-то оно все развивалось, развивалось. Главное желание. И потихоньку, ну сейчас, мне кажется, я более-менее пою. И, ну, я так считаю, благодаря отзывам каким-то, да, когда людям нравится, когда они меня записывают, слушают, когда слезы у кого-то наворачиваются от каких-то песен, за душу хватает. Это для меня вообще лучший комплимент. Когда действительно эмоции возникают у человека, когда он слушает мои песни какие-то, да. Также я сама сочиняю. У меня есть четыре песни, которые вот уже крутятся где-то там везде в интернете. Вот еще одна скоро выйдет. Я вот все хочу ее как-то оформить. Она уже готовая, но вот хочу как-то ее спеть, я не знаю. Клипы делать дорого, а что-то хочется вот интересненькое сделать. Или просто спою ее на минуту, я не знаю. Ну, в общем, в разработке все это. И что-то вам надо спеть, да. Вот могу спеть кусочек последней песни, которая мне нравится. Припев. Надеюсь, получилось терпимо. Ну, я на самом деле всегда, вот что касается пения, я не совсем уверена в том, как я пою, что, не совсем уверена в себя чувствую. И потому для меня хорошие комплименты, это реально не то, что значит, что там... То есть я всегда, ну, спасибо, потому что я действительно рада. Это всегда для меня удивление и всегда приятно, когда мой вокал оценивает. Потому что я оцениваю, если я буду его оценивать сама, то я очень самокритична в этом смысле. Я стремлюсь петь, как супер-мега-звезды, чтобы просто с первых нот сердца замирали у людей. Но пока что такого нету. И я больше, чем душу вкладываю, я скорее слежу за этими нотами, за всеми, чтобы было все хорошо, все правильно. И, в общем, работаю на всех фронтах. И пока что у меня... Я еще на самой маленькой стадии вот этого... Только начинаю. Начинаю петь, поэтому не судите строго. Хотя пою давно, но это, оказывается, большой труд хорошо петь. Это большой труд, это нужно заниматься, это нужно отдавать себе этому полностью. А так как я отдаю, ну, поэтому все очень медленно развивается. Времени немного и, в общем-то, других забот полно. Следующий вопрос задает Лиса. Есть братья и сестры, родные? Да, у меня есть родной брат. Но у меня, на самом деле, небольшая семья, и поэтому я скажу, что да, у меня есть родной брат. Он младше меня на 3,5 года. Но он у меня вообще очень крутой. Я его обожаю, люблю. Он младше меня на 3,5 года, но он больше меня в 2 раза. Просто у меня огромный, высокий, широкий. В общем, супер-мега брат. За ним как за каменной стеной. Я тебя люблю, братишка. Хотя он работает, он у меня весь такой в заботах и очень редко смотрит мои видео. И у меня еще скажу, что есть двоюродная сестра. Это вообще вот самые близкие-близкие люди, которые, да, это вот две семьи наши. Моя мама и сестра. И вот дочка у нее есть одна в семье. Поэтому вот Катюшка моя. Я ей тоже передаю большой привет. Вот братья и сестры. Я даже ее посказала, но мы как родные, да, я ее даже не считаю двоюродной. Потому что мы вот такая вот маленькая семья. И вот брат у меня и сестра, я могу так сказать. Они мои родные. Следующий вопрос задает Cool Girls. Что за надпись на руке? А, наверное, многие заметили, что у меня есть надпись на руке. Такая татушечка вот у меня здесь есть. Надпись Don't Stop. Ну, я обычно не люблю говорить, да, что она значит. Она вот как-то у меня, я ее сделала, маленькую такую вот, она у меня еще здесь под такой веревочкой, которую вы, наверное, часто замечаете, что у меня. Я ее не снимаю. Что означает Don't Stop? Часто шутят, что значит Don't Stop? Ну, не останавливайся, да, и шутят. Что ты кушаешь, значит не останавливайся. Что ты еще делаешь, значит не останавливайся. Нет. Ну, естественно, татуировки вряд ли делают так поверхностно. Их всегда делают с каким-то глубоким смыслом. И, конечно же, у меня тоже смысл не поверхности. Don't Stop означает не останавливаться в практике, не останавливаться на пути к самореализации, к совершенствованию себя и развитию абсолютного такого безграничного фонтана счастья. В общем, я уверена, что есть такой путь, и я думаю, что я им иду и обязательно приду. И главное не останавливаться. В каких-то практиках, в каких-то совершенствованиях главное не останавливаться, а делать. Потому что рутины наши, вот эти вот рутинные дела какие-то, заботы, они очень от этого отвлекают. От работы вот этой, да, от момента осознанности каких-то вещей. На это нужно некоторое время, его нужно всегда находить и не давать себя засосать в пучину каких-то жизненных бытовых проблем. Вот поэтому наколола себе вот эту такую татушечку, чтобы она мне напоминала об этом все время. Алика задает вопрос, а, вы учились где-то петь? Ну вот, да. Я училась петь, и в разных, и в Москве я училась петь. У меня был один преподаватель, другой преподаватель. Вот здесь, в Ростове, я нашла школу, в конце концов, нашла преподавателя, да. И мне очень, ну, нравится. Я вообще нахожу самых лучших преподавателей, мне очень везет. Причем они немножко по-разному преподают. Я сначала то одно открою в себе, потом другое что-то открою в себе. Ну, в общем, сейчас я нашла простого преподавателя, у которого занимаюсь, и вот уже жду, когда я к ним снова пойду. Алина задает вопрос, какой твой любимый парфюм? О, сейчас покажу. Сразу скажу, что я такой, нифига не ценитель этих всех парфюмов, и я даже не всегда по названиям соображу. Ну вот, на первом месте, то, что я духанюсь, и я уже покупаю их третий раз, вот они у меня почему-то выцвели, они у меня где-то на подоконнике, что ли, стояли. Хотя я знаю, что нельзя хранить на подоконнике, они совсем свежие, их покупала недавно, но почему-то вот эта вот штучка меняет цвет. Это не очень хорошо. Это Gucci. Гулти. Не знаю, как правильно называется. Вот они, в общем, вы их, наверное, увидите, знаете, они в золотой такой штучке. Мне очень нравится, мне кажется, что они универсальные. Они для зимы, для лета, для настроения любого, под любую одежду, в общем. Ну, то есть, вот их можно иметь, как бы в замене всех. Я вот такие считаю. И такие же еще вот мне нравятся. Это Elizabeth Ardant тоже. Вот, ну, вот такие они, вот в таком лепесточке. Вы их найдете. Светленький, светленько-зелененький такой вот. Ну, что здесь написано? Untold. Untold. Elizabeth Ardant. Все, больше ничего не написано. Не знаю, как называется. Вот такой вот листик. Они тоже, у них такой вот уже запах. Такой универсальный. Ну, конечно, можно их, конечно, сильно зимой не использовать. Ну, вот, что касается лета, весна, осени, вообще идеально просто. А вот эти и зимой пойдут. Да. И вот эти мои любимые еще мишки. Они уже у меня очень давно. И вот они все, все, я их экономлю. Ну, и не только экономлю, их тоже не везде оденешь. То есть, это вечернее длинное платье, дорогой ресторан. И вы со своим мужчиной, вот, надо брызнуться, чтобы вашему мужчине все завидовали, что у него такая женщина. Этот аромат просто, мне кажется, он скружит голову. Но он серьезный аромат. То есть, девушка с таким запахом, она, это не какая-то легкомысленная мадам. Это леди с большой буквы L или женщина с большой буквы G. В общем, вот такие три парфюма я люблю. Но у меня их очень много, но эти три я прям выделяю. Следующий вопрос задает Алина. Хотите ли вы сделать влоговый канал? Нет, я не хочу сделать влоговый канал, я хочу, чтобы все было у меня на одном канале. В принципе, я не понимаю, у меня весь канал обо мне, как я то люблю, это люблю, влоги, все как бы все вместе. Зачем это разделять, я не знаю. Виктория задает вопрос. Не хотела ли бы я поменять прическу, сделать короткую стрижку или сделать челку? Нет, не хотела бы. У меня когда-то давно была челка, и, честно говоря, я ее не люблю, потому что ее надо отдельно укладывать как-то, она вот это вот торчит, честно говоря, мне вот это мешает что-то на лице. Я люблю, чтобы лицо было открыто, я люблю делать хвост и открывать свое лицо, брови, не хочу челку. Во-первых, под ней еще потеет, там бывают пресчики какие-то возникают, она закрывает пол лица, я не знаю. Это, наверное, если вот какие-то, может быть, недостатки были бы на лице, ну вот кто-то хочет что-то скрыть, те же самые пресчики или некрасивые брови, или просто, может быть, лоб какой-то, да, может быть, маленький или большой, наоборот, я не знаю. Ну, в общем, специально делать как-то, да, коррекцию, то можно было бы. А так вообще, ну, как-то я не хочу челку, нет, не хочу, она мне будет мешать. А короткую стрижку у меня была недавно, короткая стрижка, ну, как недавно, уже 5 лет, наверное, прошло, и я отпускала долго, у меня прям было вот так вот, все, я отпускала долго волосы, и сейчас мне еще недостаточно их длины, я хочу в два раза длиннее, ну, не в два, но хотя бы, чтобы они были по поясу у меня, да, вот хочу длинные волосы. И все, вопросы закончились на этом, и еще хотела обратиться к тем, кто под видео, в комментариях меня исправляет, когда я говорю какие-то неправильные слова, там, про кофе, про еще что-нибудь, как правильно говорить, и вот знаете, что хотела сказать, да, ну, я не против, исправляйте, ради бога, как бы, вопрос не в этом, это же дело такое, что, ну, это проблема тех, кто слушает, да, то есть вопрос в том, что, если не нравится, да, люди могут не смотреть видео, ну, многие мои подписчики так и отвечали людям, которые пытаются меня исправить, действительно, если не нравится, не смотрите, смотрите научно-образовательную культуру, где люди образованные, знают каждое слово, как оно говорится, как оно пишется, всякие словосочетания, я обычный человек, мирской, и делаю ошибки так же, как и все, и дело не в том, что даже там ты делаешь, это не здание какого-то, есть какие-то привычки уже, которые выработались, и многое другое, ну, действительно, я могу говорить какие-то вещи неправильно, но, знаете, как смешно звучит, когда человек, исправляющий, допустим, меня, то есть, да, пытается поумничать, да, вопрос в чем, хотим поумничать, опять хотим возвыситься, да, над человеком, да, дабы унизить ее, мне это говорит только о том, что я человеку понравилась очень сильно, да, он не смог с этим как-то мириться, почувствовал себя, может быть, как-то ущербно, ему нужно немножко возвыситься, значит, принизить меня, и тем самым указать на какую-то мою ошибку, что я где-то что-то не так сказала, ну, ладно, указывайте, умничайте, хорошо, если легче, пожалуйста, но вопрос в том, что когда что-то говоришь умное, нужно, во-первых, понимать, что сто процентов умное, ты это говоришь, потому что ты же тоже можешь ошибаться, человек, который зашел и сумничал, это первое, а второй момент, ну, правда, смешно смотрится, когда человек умничает и пишет с ошибками, элементарные ошибки, например, как слово не знаю, пишет вместе, ну, это, по-моему, вообще элементарно, ну, вот там, это не Т9, да, Т9 не могло так написать вообще никак, не знаю вместе, или вот какие-то простые такие слова, просто, ну, смешно, поэтому, если вы умничаете, следите хотя бы за орфографией, чтобы я не смеялась, а действительно задумалась, блин, я сделала что-то не так, хотя вряд ли, и еще раз спасибо большое моим подписчикам, кто меня поддерживает, защищает, и бывает, мне даже ничего не нужно писать и отвечать, когда все за меня ответили, спасибо большое, вы дарите мне больше времени, чтобы я могла общаться с вами, а не отвечать на глупые вопросы, и поправление меня. Все, мои хорошие, я надеюсь, ответила на ваши вопросы, и еще раз повторяю, что если ваш вопрос не попал в это видео, то обязательно будет в следующее, потому что я еще не сходилась за компьютер, и не лазила по комментариям, а там уже 200 комментариев, 300 точно насобиралось, наверняка там будут вопросы, но они попадут уже в следующее видео. Итак, мои хорошие, надеюсь, вам понравилось, ставим лайки, подписки, кто в первый раз, Ну и прощаюсь до следующего видео, пока-пока. Все, малый, спать будем, спать, спать малый будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!